Это программа День с Толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В Алтайском крае может погибнуть несколько тысяч собак. Почему в регионе считают, что эвтаназия единственный способ борьбы с бездомными животными? Херсонская область может стать частью России. Как это событие повлияет на жителей Алтайского края? Как барнаульцы выпускают пары? Почему это стоит делать в День солнцестояния? Херсонская область может стать полноценным субъектом Российской Федерации. Сегодня об этом сообщили многие федеральные СМИ со ссылкой на руководство региона. При этом референдум может состояться уже осенью. Как это решение может повлиять на нас, жители Алтайского края? Об этом известный политолог Константин Лукин рассказал в интервью нашему телеканалу. Вообще самое главное, что мы получаем по результатам всех референдумов, это увеличение количества жителей Российской Федерации. А вот они дают и экономику, и рабочие места, и налоги. Это то, что на всех вообще распространяется. И жители тех территорий тоже себя больше ассоциируют с Россией, чем с той Украиной, которая строится всего-навсего последние несколько десятков лет. Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля президент объявил о начале специальной военной операции в Украине. Сегодня Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская частично. То, что референдумы собираются проводить осенью, это как раз один из тех сигналов, когда все-таки закончится в Украине. Пока непонятно до конца, чем у нас закончится. Понятно, что скорее всего мы будем претендовать на все исконно русские территории в составе Украины. Пока сейчас речь идет о четырех территориях. ЛНР, ДНР, Херсон, Запорожье. И к другой теме. Мужчины могут выйти на пенсию досрочно. Путин поручил рассмотреть такую возможность для многодетных отцов. Не так давно президент встретился с семьями, которых наградили орденом родительской славы. В Алтайском крае отметили семью Лещовых из поселка Курья, но с предложением уходить на пенсию досрочно высказались Трубенковы из Саранска. Было очень хорошее такое, когда-то вами принято поручение, что многодетные мамы могут уйти пораньше на пенсию. А нельзя ли вот так же рассмотреть это и для многодетных отцов таких больших семей? В этой семье 10 детей, почти все погодки. Их мама считает, что ранее пенсия поталкивает многих на третьего и четвертого ребенка. В Алтайском крае многодетных семей немало, более 30 тысяч. Интересно, что из них около 20 тысяч проживают в селе. Предложение о пенсии президент обязательно поручил проработать, добавив, какие меры поддержки появились уже сегодня. При вручении самого ордена родительской славы вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тысяч рублей. А тем мамам, которые будут удостоены почетного звания мать-героиня, единовременно выплачивать миллион рублей. Инициатива об усыплении наиболее агрессивных бродячих собак рассмотрят депутаты Краевого законодательного собрания на предстоящей 24 июня сессии. Если решение будет положительным, то ее отправят на федеральный уровень и, возможно, там внесут поправки в закон об ответственном обращении с животными. Кстати, прежде чем обсудить инициативу на сессии, был проведен опрос в социальных сетях, и там 87% опрошенных ее поддержали. Почему депутаты уверены, что только путем усыпления агрессивных животных можно решить проблему численности бродячих собак, а те, кто ежедневно работают с животными, считают верным совсем другой путь? Об этом в нашем видеосюжете. Люди звонят, пишут, просят принять меры. Аргумент депутатов еще более весомый. Агрессивные бродячие собаки нападают на людей. Страдают дети, пенсионеры, в деревнях другие домашние животные и птицы. Существующие меры отлов и стерилизация не приносят результата. По самым скромным подсчетам в крае 11 тысяч бездомных собак и число не уменьшается. По действующему закону усыпить могут только больных животных. Наши предлагают еще и страдающих бешенством, а также агрессивных. Но кто будет определять степень агрессивности? Мы прописали, определяет ветеринарный врач, зоопсихолог и кинолог. В Ласку привезли в наш приют собаку. Видим, что агрессивная. Все, позвонили ветеринарию, приехал ветеринар, приехал зоопсихолог, кинолог. Они посмотрели, да, действительно агрессивная. Есть там и хорошие собаки, там что-то с ними играют и водят и так далее. Но когда написано «не подходите», для чего мы ее 15 лет там будем держать? Что значит немотивированная агрессия? Какими тестами ее определять? Понимаете, вот это английский тест, где там надо собаке руку на резинке сувать. Ну собака, простите, она не дура, она понимает, что эта рука-то не человека, а рука резиновая. Ну то есть все это до того, ну как бы не проработано. Поэтому даже сами депутаты говорят о том, что фактически будут признаны агрессивными все поголовные, мы просто всех поусыпляем, дайте лишь нам лазейку. Софья признает, бродячих собак меньше не стало. А все потому, что существующий ныне закон не работает, причем во многих российских регионах. Точно так же, как у нас в крае. У нас большинство муниципалитетов не могут найти подрядчика на эти работы. Соответственно, они вообще никого не ловят, не стерилизуют, не отпускают. И после этого они заявляют, вот закон не работает, на улице бездомные собаки, их становится больше. Мы провели конкурс, уже второй в этом году, никто у нас на конкурсные процедуры не вышел. И тем самым мы вопросы не решили с одной бродячей собакой. Она у нас покусала в апреле двух девочек. Те регионы, где работала эта система, дают очень позитивные результаты. Взять тот же самый образцово-показательный Нижний Новгород. Они в разы, в десять раз сократили количество бездомных животных. Но опять же, эта работа должна вестись параллельно. Речь о работе с населением. Ведь именно люди заводят животных, а потом выбрасывают на улицу. Их или щенков, которых не желают оставлять себе. Так поступают не только с собаками. Я сама лично видела, открывается окно машины, вот так кошек вываливаются, ну и просто они побежали. Никаких ни штрафов, ничего. Люди просто до последнего тянут, они хотят просто, оставляют до последнего, а потом выбрасывают. Я не знаю, что тут нужно сделать. Со школьной скамьи нужно приучать детей к ответственности за того, кого ты приручил. Должна вестись по этому направлению работа. То есть, во-первых, естественно, учет и регистрация всех хозяйских животных, для того, чтобы у хозяина не было возможности просто взять и выкинуть ставшую по каким-то причинам ненужную собаку. А во-вторых, естественно, вот эта программа максимальной стерилизации не только бездомных, но и хозяйских животных. К слову, депутаты тоже за повышение ответственности хозяев. Тех, кто выбрасывает собак, надо наказывать, пока этой поправки в федеральном законе о животных нет, хотя алтайские парламентарии предлагали ее внести. Кстати, эвтаназию главы алтайских муниципалитетов поддержали. Впрочем, приют и, по мнению некоторых, гораздо более гуманная и правильная история. Но... Приют сейчас создать с нуля, это по нашим подсчетам стоит порядка 25-30 миллионов, это минимум. И поэтому ни у одного муниципалитета таких финансовых резервов, я так думаю, не найдется. Что касается эвтаназии агрессивных собак, то, как нам сообщили в ЭКЗС, средства планируют выделять из бюджета края. Кстати, уже восемь регионов страны вышли на федеральный уровень с такими же инициативами. Первыми были представители Забайкалья, где собаки загрызли семилетнюю девочку и депутаты Архангельской области, где ситуация столь же сложная. Если алтайские депутаты в пятницу одобрят эту инициативу, поправки в федеральный закон, возможно, внесут уже к сентябрю. Добавим, что в марте прошлого года аналогичный проект, внесенный в Госдуму, отозвали спустя сутки. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Жители Барнаульского пригорода Цветы Алтая наконец-то смогли утолить жажду. О том, что в поселке нет воды, мы рассказывали на прошлой неделе в рамках программы «Коммунальный патруль». Спустя четыре дня после обращения жителей в Барнаульский водоканал проблему начали решать. Воды нет ни капли, начиная с обеда пятницы. Вообще ни утром, ни днем, ни ночью, никак, вообще ни нисколько. Уже устали. Уже шесть лет жители поселка испытывают дефицит питьевой воды в жаркое время года. Населенный пункт обслуживает единственная водонапорная башня, говорят люди. Но ее мощности недостаточно для всех жителей. Специалисты водоканала нам пояснили, что заявок на отсутствие воды за последнюю неделю не поступало. Были лишь обращения по низкому напору. Так, 14 июня 2022 года в связи с поступившим обращением на низкий напор по адресам поселок Плодопитомник, улица Цветы Алтая, 14 и 16, специалисты водоканала выполнили работы по монтажу дополнительной врезки диаметром 25 мм. Ранее оба дома были запитаны от одной разводящей трубы. Сейчас у всех жителей поселка водоснабжение налажено, питьевая вода есть. Однако люди уверены, как только наступит аномальная жара, они вновь будут добиваться от водоканала питьевой воды. 37 почтовых отделений в селах края модернизируют в ближайшие полтора месяца. Обновление коснется не только внешнего облика, но и внутреннего обустройства пунктов. Модернизация почтовых отделений в сельских поселениях, в том числе труднодоступных, проходит по всей стране по поручению президента. В нашем регионе до августа должны обновить 40 отделений, а до конца 2025 года 670 почтовых пунктов. Изменится внешний облик, фирменный стиль Почты России немного поменяется, а внутри учреждений выделят отдельную зону под так называемый Центр социальных услуг. Его снастят разными техникой, в том числе пульсометрами. Конечно, это социальная, прежде всего, инфраструктура, центр притяжения в тех отдаленных районах, в котором на сегодняшний день состояние отделений почтовых связей оставляет желать лучшего. Собственно, мы делаем все для того, чтобы улучшить облик и имидж Почты России. Самый длинный день в году – День солнцестояния. Говорят, сегодня обязательно нужно загадывать желание и отпустить накопившиеся эмоции. Как правильно это сделать, если у тебя, например, муж, дети и работа? Анастасия Наборщикова узнала, что делают девушки, чтобы выпустить пар. Мама плакать не должна, терпеть тоже. Проблема этих девушек однолика. Они ничего не сказали, когда их предали, промолчали, когда их обманули. Не опустив головы, они окутывали детей любовью и продолжали жить. Но сегодня они пришли сюда выпустить пар. Новый для барнаульцев формат женской перезагрузки. Я устала! Не все женщины с нашим менталитетом готовы идти к психологу. Не каждая пойдет и расскажет, у меня проблема, у меня бьет муж, у меня бьет муж, я не справляюсь со своими детьми, я устала. Хотя это естественная реакция организма, быть уставшей и задолбавшейся. Поэтому берем в руки яйца. Поэтому берем в руки яйца, да. Боль и обиду разбить. Вот так заложить в яйцо и отпустить. В эту минуту, как и всю следующую неделю, психолог сопровождает девушек. Ведь парикмахер, тату-мастер и продавец могут и должны улыбаться. Мы сейчас планируем создавать социальные проекты для жительниц барнаула и работниц поликлиник, больниц, детских садов, школ. Потому что мы сами с Наташей работали в государственных образовательных учреждениях. И мы знаем, с какими нагрузками сталкиваются там женщины. Пара часов эмоционального опустошения. Домой девушки вернутся умиротворенными. А пока они не могут вымолвить и слово. Нужно еще время, чтобы вдохнуть в пол на грудью и не совершить ошибок. Кто-то мог бы развестись, кто-то мог бы уйти в запой. Да, такое тоже бывает, потому что алкоголем или какими-то другими запрещенными веществами тоже снимают стресс, который у нас есть. Чтобы не причинить себе вред, девушек приглашают на перезагрузку. Спокойная мама, счастлива семья. Хоть и сегодня нужно быть сильной, выпускать пар стоит экологично. В первую очередь для себя. Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин. День с толком. Эти девушки сделали огромный шаг, так сказал психолог. Как оказалось, девушкам особенно тяжело признать проблемы в жизни. Мы решили проверить это и отправились на улицы города. Вопрос, как барнаульцы справляются со стрессом и проблемами, этот вопрос мы задали и мужчинам. Ну почему? Стараюсь, думаю, чисто о положительных эмоциях. А вот когда дети доводят? У меня дети выросли и не доводили, а внуки только радуют. Да, в принципе, как у всех. Криком? Нет. Тяжелая физнагрузка, алкоголь и общение. Ну алкоголь же это плохо. Можно добавить, конечно же, секс, но знаете ли. С детьми вот на тренировки вожу с Балтийской сюда, поэтому у меня стресса не бывает. Ты сними лучше вот эту остановку и, ну, нормально, вот остановка такие... Нервничаете, да? Как справляетесь со стрессом? Вдох, выдох, медитацию? Нет, 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 нет. А как? Как вам сказать? Ну, пытаюсь новости не смотреть. Очень часто я просто беру и ем. Признаешь ли, что у тебя есть вообще обиды? Да, у меня их достаточно много даже. Но если у меня есть как-то обиды, я иду сразу обговариваю это с человеком, у которого есть та или иная обида. У нас атмосфера жизни такая, понимаете? Ну, надо как-то подстраиваться под эту жизнь, поэтому у нас сейчас только не живут, а подстраиваются. На трибунах яблоку негде упасть, а болельщики не смолкают. Это о футболе, но не о взрослом. Алтай впервые участвует в юношеской футбольной лиге. Это по организации статуса можно сравнить с чемпионатом России. Какие на него планы у наших игроков и как алтайская команда движется по турниру, расскажем далее. Полные трибуны, болельщики с барабанами, как будто матч профессионалов. За своих чемпионов болеют родители, родственники, знакомые и друзья. На поле юношеская футбольная лига. Алтай принимает Енисей. Наши по-хозяйски забивают первый гол. Что сказать? Слов нет, одни эмоции. Ну, как бы раньше говорил, наверное, сейчас еще раз подтверждение тому, что команды все одинаковые практически, пацаны стараются. Тем не менее, на первый план, я думаю, что выходит организация игры, это технотические действия, ну и морально-волевые. Алтайские футболисты впервые играют в юношеской лиге. Намерение победить у них и на эту игру, и на будущее. Чем лучше выступаешь, тем больше шансов быть замеченным. Для 15-летних футболистов ЮФЛ – это прямой путь наверх. Селекционеры других клубов в первую очередь смотрят на статистику игрока. Это и забитые мячи, точность передач и как футболист чувствует игру. В ходе турнира такой игрок будет на голову выше других. По мне так это очень важный специальный турнир, который помогает ребятишкам проявить себя. Самый, что ни на есть, шанс показать себя, засветиться, чтобы тебя взяли в лучший клуб. Быть замеченным самому – цель далекая. Ближе победить командой. В дебютном сезоне нашим парням противостоят лучшие клубы Сибири и Урала. Сильнейшие конкуренты – Урал и Челябинск, а сегодня на поле – красноярцы. Гол не вытекал из игры, нелогичный был, со стандарта пропустили. Мы имели несколько хороших моментов забить, не забили, в итоге получили. Так в футболе бывает, не забиваешь ты, забивают тебе. Ничья в матче и Алтай на седьмом месте из 11. Следующая игра будет 26 июня в Томске. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...